всем привет сегодня мы рассмотрим такой вопрос который интересует в принципе довольно таки многих в том числе и меня какую же резину лучше покупать новую либо уж на первое самое важное естественно это бюджет второе на чем сколько по времени и где вы будете эксплуатировать эту резину третий пункт это бренд и так если взять все это в совокупности бюджет до эксплуатация и бренд и так как только мы определились с бюджетом мы начинаем искать подходящие новые шины обычно отбираются две-три модели новых шин понимая например что за эти деньги вы можете купить либо новую резину но скажем так среднего качества либо немного бушную резину но именитого бренда и очень хорошего качества здесь вы попадаете вот на эти самые весы что лучше так мы плавно подбираемся ко второму пункту и так у вас есть основной автомобиль и есть рабочий автомобиль рабочий автомобиль я имею ввиду не автомобиль организации автомобиль который именно вы используете например для выездов на рыбалку на дачу то в принципе было бы более логично купить какую-то бушную резину и просто напросто на ней ездить и не заморачиваться если вы на рабочем автомобиле ездите все таки куда-то там на трассу и так далее и тому подобное здесь уже опять же нужно рассматривать такой вариант для это должна быть очень хорошая бушная резина то есть ну максимум там ну хотя бы 30 процентов износ потому что сами понимаете безопасность трассы и так далее скорее всего вы будете искать нижний вариант цены далее если вы рассматривайте на свой основной автомобиль резину если я понимаю что мне хватает на новую резину но скажем так протектор меня не очень устраивает меня не очень не устраивает качество исполнения и так далее но за эту цену на новое я знаю что я 234 сезона спокойно на ней отъезжу но при этом я понимаю что я могу испытывать некий дискомфорт применяя именно эту резину шумность жесткость управляемость и так далее тому подобное я начинаю присматриваться уже бушной резине но уже к более именитым брендом с минимальным износом и так далее здесь что я получаю здесь такой очевидный минус перед новыми шинами до при покупке про которые только что говорил я проезжу на этой резине не 34 сезона а например два сезона но это я говорю в среднем потому что опять же кто как использует автомобиль и кто как ездит здесь опять же возникает вопрос где вы используете эти шины сейчас мы не говорим там о заплатках проколах буш на резине и так далее мы возьмем идеальный вариант без проколов и заплаток например человек проездил сезона на следующий сезон на решил покупать себе колеса большим размером да эти он продает такое тоже бывает поэтому поэтому не нужно говорить что все бушные колеса плохие так далее есть хорошие можно брать опять возникает вот этого дилемма новые да вот они новые но мне вот не нравится протектор мне не нравится то что они шумные ну и бренд так себе ну так вот они выглядят как-то непонятно не знаю или там я вообще не знаком с такими шинами там как они себя поведут и не знаю как они ведут себя в колее как они ведут себя там в дождь и так далее тому подобное либо да они хорошие они не шумно не мягкие резина вообще отлично и так далее и тому подобное но она бушная то есть она прослужит мне меньше она там и так далее и тому подобное но опять же для кого-то имеет значение бренд например естественно если опять же мы вернемся к весам мы положим на эту сторону какой-то именитый бренд шин а на эту сторону мы положим какой-то неизвестный бренд или который только-только появился естественно у вас симпатия перевесит в сторону бренда, который вы знаете вы уже заведомо знаете, что эта резина хорошая, потому что ее продают, ее покупают и так далее а эту резину вы еще не знаете даже возможно она такая же по качеству поэтому вот эта чаша с этими весами у вас все-таки будет перевешивать именно в пользу какого-то и более известного бренда есть еще такие варианты, когда вы например планируете, грубо говоря к осени продать автомобиль а летом вам ездить не на чем, либо нет совсем резина, либо старая, вообще просто ее только выбросить, естественно вы не будете покупать новую, потому что все равно потом машину продавать, вы будете искать бушный вариант какой-то, и вы могли спокойно лето там до продажи автомобиля проездить есть такие варианты, когда вы покупаете автомобиль, у вас вообще резина там убита и вам нужна хоть какая-нибудь на первое время, чтобы вы могли накопить деньги на новый комплект колес и вы покупаете бушную, хоть что-нибудь чтобы можно было ездить и так, если вы спросите, как поступаю я, да абсолютно так же как и вы, я так же взвешиваю все за и против. Также начинаю искать варианты и просто-напросто беру то, что мне подходит по бюджету, то, что мне подходит по моей эксплуатации и вообще по моим требованиям, что я хочу. И так же, как у всех, иногда это бывает новая резина, иногда это бывает бэушная резина. Все зависит от обстоятельств и принятого в данный момент, то есть именно в тот момент, когда вы покупаете резину, решение. Поэтому решение здесь остается всегда за вами. Соглашаться со мной или нет, это ваше личное право. В общем, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока!